Бывает, вы, друзья, опаздываете с прививками, и вот у человека примерно, я подобрал такую яблочковую игрушку, у вас вот она такая, и вдруг выясняется, как у меня здесь была, значит, и вкусная сорта, и невкусная сорта, так, и улучшенная сорта, вот этот сварок улучшенный, почему, потому что соседей, более сладкий, сделали его слаще, но это уже мы проходили, извините, я о другом, скелетная прививка, попробуем сделать скелетную прививку, ну, как я говорю, ну, вертикально, максимально вертикальной ветки, крону нам не жаль, допустим, вся она несъедобная, сильно низко, вот тут советую, тут прям берут, вот так вот, тут отрезают, я сам видел в журналах, газетах, прям вот такой толстый, толстый, даже толще, а потом под кору, отрезают, в смысле делают пень, под кору втыкают одну, вторую, до восьми этих, самых, черенков, и ждут, когда она вырастет, ох, и долго ждать, второй вариант, вот эти толстые побеги, да, но они тоже сильно толстые, и опять надо под кору, можно вот так, у которой более вертикально, этот, 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 вот они, раз, два, три, вот, уже, уже веселей, так, приемлемый вариант, еще есть вариант, ну, например, вот здесь бы, тут как получается, если несколько приемов пошло, они могут, допустим, это несъедобная, материнская груша, они могут ее вкус улучшить, могут не улучшить, это вопрос, семечки вообще тяжелые одна, на гибридизацию, особенно вегетативную, которая в природе нет, и вот получается, вот, кто-то скажет, а вот здесь, вот здесь, вот здесь, лучше всего привется здесь, будут расти, но тогда нам не стягать эти ветки, да и потом ветка-то хрипенькая, пойдет хорошо, но даже если она, ну, что тут несколько игруш повесить, тут, 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 несерьезно, вот здесь еще можно, здесь, 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 в общем, я не против скелетной прививки, но только когда опоздали, я потом покажу свои чудеса, вот, а потом вот мой сосед, это мои груши, сорт я не знаю, потому что я привил забором, не привил, посадил целый сад своими руками, посадил, одна из них осталась мне на память, потому что, я уже рассказывал в нем не раз, приехал Алексей, ихний родственник, и сказал, деревья растут неправильно, вот это та из тех уничтоженная груша, не успел из черного взять, это пример, да, а это уже в моем саду, это перенес от Чижика, а для чего я показываю, посмотрите на вот эти вот самые, вот она фактически коловидная, ну, почему нельзя, вот основной, вот это можно назвать основной штамбой, ну, или почти основной, вот это вот плодушки, сразу и штамбы, да, и они плодоносят, вот, я уже могу черки продавать, как колонны, вот, но мне хочется на тот цвет уйти чистеньким, то есть, чтобы ни одной пятнышко не было, естественно, что я за колонны не выдаю, вот, они на следующий год уже плодоносить не будут, ну, если чудом одна, вот, если тут их десяток, то чудом одна, а еще в следующий год вообще не будут, а потом эти плодушки начнут отсыхать, то есть, вначале они еще с листьями, уже бесплодовно, с листьями, потом и листья, и вот тут наступает страшная картина, эти садика, мы говорим про груши, а груши, они сильно боятся тех самых советов, то есть, оказывается, а это летом, вот сейчас, помните, я говорил, берем спецназ, вот того, кто насоветовал вот этих, убирать их еще живыми, а эту, 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 отрезать еще живыми, берем спецназ, привозим ко мне в сад, ну, у меня пока такой власти нет, может, Тимурский будет, или Сергей Валерьевич, ну, вряд ли, бродливые короли, доступа нет к власти, но если бы это уназрительно, спецназ, подручки, приволкли сюда, сказали, берите катор, вот она, груши висят, сладчайшие, уж слаще не бывает, да, отсекать руки и сказать, вот прямо висит с плодами, и сказать, отрезай, 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 и посмотреть на морду, а и причем, чтобы всерьез сказать, отрезать, иначе, это, тут же, это самое, тут же в саду и расстреляют, и чтобы он резал, потому что жить-то охота, и вот это отрезал, отрезал, а ведь это же эти, помните эти клоуны, под названием «дачные феи», вот они режут, почему спецназа нет, полная вахханалия, никто ни за что не отвечает, вот, а знаете, а у них объяснение есть, сказать, почему отрезают живыми, сказать, они потом все равно засохнут, вот так, кое-что пропускаю, потому что иначе мы никогда не закончим, вот лесная красавица, она интересна чем, вот Сергей Валерьевич, он, надеюсь, меня видит, дело в том, что вот в этой паре, это крупный план, так, а вот эта дама, это его мама, вот, посмотрите, какого парня сделала нам Сергея Валерьевича, так вот, значит, такой момент, что наступил, когда он решил, что ошибка, мы ошиблись, это не такая красавица, потому что у Чернобаева она выглядит совсем другая, это при том, что с этого дерева я давал к Чернобаеву, вот, и все-таки сомнения, а вдруг какая-то ошибка, и вот что интересно, да, я начну с этого, и так, одно из чудес, а мне Бог помогает, они, созрел первый урожай, они упали, я попробовал, сказал себе, да, придется брать топор, а брать топор некогда, они так ковром и лежали, пришла осень, их засыпало, этими самыми, как они называются, листьями, вот, приезжают гости, приезжают, я им режу, ой, это, выкапываю саженцы, все хорошо, проходим мимо вот это вот дерево, и где-то кто-то углядел, что из-под, это, из-под листьев торчит кусочек груши, вот, наклоняется, я говорю, не берите, она несъедобная, я просто не успел вырубить, нет, а то, человек жадный, поднял, съел, говорит, сладче не ел, тут я не это самое, проводил их, все нормально, бегом возвращаюсь, разгребают листву, мать честная, такая вкуснота, при том, что она твердой оставалась, я убедился, у меня появился осенний сорт, да какой, а то, что сразу они были невкусные, это у меня, а потом на остальные годы уже вообще, и сразу уже были вкусные, вот так у меня это, а ведь это Бельгия, и вот Сергей, спор немножко окончился, во-первых, вот эта фотография с нашего сада, уже более леснее, красивее, да, больше, вот, а теперь смотрим, ну это, это же дерево, это же самое, вот забор, можешь проверить, вот, потому что ты засомневался, а я тебе помнишь, обещал, найду фотографию из архива, нашел, вот она, вот она такая, но у нас столь урожай был сильно большой, не знаю, она не ухрупнилась, 300 грамм у Чернобаева, чудо, сказка, молодой сад, а мой сад какой стал, вот это еще она, смотри, Сережа, вот, вот это еще она, еще мы брали черенки в этом году, пила и все, его больше нет, мы резали, 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 и она начала чахнуть, это предпоследний год, больше у нас ее нет, а маточный сад, его нельзя резать, есть маточный сад для питомника, а есть маточный сад для селекции, у нас все совмещено, потому что в стране земли для нас нет, денег для нас нет, вот, вот это вот, ну это, правда, прошлогодний снимок, вот он, так выглядят черенки ее, и в этом году их у меня осталось 10, штук 15, они стали еще короче, и нарезал мне чернобаев, вот, с этого дерева, но уже длинных не было, вообще короче, я их кладу две за одну, вот, и скоро этого не будет, и что интересно, да, вот, если вы помните, мы с вами вебинар два или три назад, у меня плохая память, я вам набрал «Лесная красавица», и оказалось, что «Лесная красавица» есть только у меня во всей России, вспоминайте, ну я набрал в поисковике, да, показал фотографию, свои фирменные, да, «Лесная», это было, так вот, кончатся еще вот эти, чернобаев взмолился, все, больше резать не могу, а они еще короче, вот эти, последние полтора десятка, это на всю Россию, а теперь вы наберите «Лесная красавица», вы ее найдете на сотне плодопитомников, чужими, украденными фотографиями, сном моими, вот это реальность, ну, а обращаться в Новосельские институты, попробуйте, это мраморная, я уже прощение буду говорить, среднерусская, знаете, какая она замечательная, вот этот старинный сорт, его завезли, он самый надежный из сладких груш, его завез Петр Первый, во времена еще, когда он выписывал садоводов с этого, с Голландии, призвился, немножко, может, одичал по сравнению с этом, как он называется, по сравнению с Голландией, ну, для нас это шедевр, если не пять баллов, то 4,8 гарантирует вкусовое качество, Асения Яковлева, знаете, с ней анекдот произошел, ну, это невероятно, это получить первого рожая и уже ходил вокруг с топором, как всегда некогда было, но в следующий год она оказалась шедевром слаще еще тех, чтобы вы, чтобы вы все видели, представляете, что это такое, а, кстати, это же учебный фирм, вот плодушка, две грушки висит, вот там еще будет парочка-тройочка, все, больше плодушка никогда, закончится это все, больше плодушка никогда плодоносить не будет, никогда, никаких колонновидных груш не получится, и вообще это дурь и обман, один год мы можем получить сплошное дерево, усыпанное яблоками, даже грушами, даже абрикосами, но это в последний раз вы не видите такую густоту, а этим пользуются мошенники, миллионы саженцев называют колоннами, сотни питомников, сотни, это вся страна, незнакомка, тоже сладкая они, тоже сладкая, вот, тоже сладкая, но и переходим в дело, вот эта груша, которую я по ошибке назвал усовицкой дикой, вот, да, я так думал, однажды соседи, а я посадил соседей, я вам покажу, это замечательная вещь, на территории соседа, культурнейшую грушу, она взяла, умерла, а побег, как ни в чем не бывало, усовек-то попробуй убей, да, ну, че все, вот, а она, конечно, пошла в рост, и пока никто не замечал, а то соседи, они-то не следили за садом, а у меня принцип, вот, уже 10 лет, а я вообще не подхожу, урожаи начались сумасшедшие, в том числе эта груша, малышно-культурный побег погиб, она стала нормальным деревом, сейчас покажу, и уже написал уссурийское, если возможно, проходит год, два, три, и однажды я смотрю, соседи, а, это же мое, я же как пасе, это же семинары уникальные, вот они, уже почти на моей территории, мы рукой посажены, стоит эта соседка, два ведра полные эти груши, а, да не надо, ну, что же, ну, это же, что-то не важно, ну, зачем, они же несъедобные, хэ, говорят, несъедобные, съедобные, приехал Курдемов, правда, оказались, ему показались съедобными, почему они стали съедобными, мы про это говорили, главное, что семена такие, уже нет, сейчас получилось так, чем еще хороши уссурийские груши, невероятной красоты, видите, осень, да, вот, вначале она была вот такая, кстати, тоже я не мучил, тут получился такой штаб сам по себе, и, то ли гены передались, вот тут же где-то росла культурная, это же дичок пошел отнизу, видите, может даже морозостойкость потеряла, судя какой штаб, как изувечен, допустим, что вот это вкусовое качество появились, возможно, из-за подвоя, это называют инфицированием, в Мичерине это называлось насыщением янтером, а я называю инфицированием, так удобнее, вот, и, наконец, вот оно еще было несъедобное, вот, и, наконец, то, что соседка не собрала, собрала сколько ей надо было, а сосед же уничтожил несколько культурных груш, собственно, руками, это уже, вот, пожалуйста, это Дарья Александровна, это Тимоша, ему было года четыре, он уже работал, так вот, это дерево было соседями срублено, вот так, наверное, тут же так и поляны ничего не посадили, срубили этот самый караслярский пипинчик, ранетку, очень вкусную они же, который по культуре их родственник приехал, все уничтожил, вот, а вот это вот еще одна дикая груша, вот они уже, грушки лежат, это вот подкормка, знаете, что это такое, этот абрикос в мякоть, рассыпаю вокруг, посажен небольшим холм, тоже была эта, культурная соседа посадила, вот, культурная погибла, прошли годы, я выкупил этот участок, и теперь у меня маджурская, вот эта усыевская груша, но эту-то есть невозможно, это такая гадость, да, ничего не инфицировалось, а рядом растет, опять же, листа красавицы, но они в разное время цветут, поэтому они друг друга не опыляют, теперь доказательство, что у меня самая настоящая мышечная тема, это усыевская, ой, вообще груши, вот, оказалось, что это груша, это вот с этого дерева, вот они лежат, вот я их поднял, так, фотографировал, внимание, пригляделись капитально, гребрышки увидели, вот они, гребрышки, вот, книга Мичурина, единственная цветная фотография, видели, да, вот это есть, потому что вообще, а тут написано, груша усыевская, идеальный подвой для груши, ну, раз идеальный подвой, значит, возможно, кто-то по моим, как сказать, уже кто-то меня цитирует, и усыевская от меня узнал, потому что, когда я пригляделся, это не усыевская, но, спросите меня, а можно я использую как подвой? Конечно, можно, вот это вот усыевская груша, вот она, в виде саженца, последний, который я видел на рынке, вот, здесь ранетка, ранетка, дикая груша, овецная вишня, тогда люди выкапывали из-под деревьев, иногда удавалось, угадывали, селевые китайки угадывали, так, угадывали с этими, с ранетками, угадывали с вишнями, от водки выкапывали, ну, а здесь, как она умудрила себе сад, видимо, заничавшего сада с какого-то, настоящих садоводов, этому мешку цены нет, другое дело, я спросил, а что же люди вырастут, а то же все дикое, яблони дикие, груши дикие, сливы вишни дикие, ну, не дикие, ну, сами понимаете, несъедобные, почти, что она мне ответила, а пусть потом привьют, ну, нормально, они уничтожили одну из лучших, груши с Сергеем, это память Яковлева, она дала нам сотни черенков, вот, прожила она недолго, или 20, да, где-то так, и так приезжает минус сенец, тот самый Александр Алексеевич, который мне подарил 20 саженцев, сенцев персика, и у нас теперь два направления в персиках есть, и привитые есть, и сенцевые, так, и подарил мне три груши привитые, одна из них, привитые были страшно высоко, где-то чуть ли не метр, и тут небольшая вот привычка такая была, ну, я посадил, не пропадайте добро, выросла абсолютно несъедобно, и в этом году она несъедобная, что делать, убирать его, таким еще можно привить, зачем говорить, но правда, на третьем прикупленном участке, я посадил еще до того, как мы его купили, там такой склон хороший, и привил я, мне дело в том, что у нас уже эти свароки, были уже деревья, урожайные сумасшедшие, деревья сильно большие, и надо было, ну, это называется, жирить кровь, и вот я освежил, то есть получились вот такие вот, с кислинкой, но очень вкусные, сочные, и, наконец, окрасились, как когда-то в молодости, все прекрасно, но я сейчас не из-за этого, это я говорю, сам факт, что все-таки как-то удается поддерживать, да, много сатурой потерял, даже 90-х, попробовала это самое, Матвеева взять, Наталья взяла, так и тут, везде и всюду, так вот, посмотрите, где привито, привито где-то здесь, все равно прививки нет, естественно, вот она такая выросла, никто не собирался, вот, веточка снизу, да, Черневая меня удивил, ходим по этим же грушам, я ему говорю, а что-то Нижневедовик там мешается, я просто взял, думаю, что же он мне скажет, откуда он это, он даже не задумываясь, знаете, что он сказал, ту же самую фразу сказал, как отрезать, а кто же корни кормить будет, так идите внимание на эти слова, вот, и однажды я подумал, это догадка, мне много уже, я это утверждаю, 100% уверенностью, это догадка, привал я здесь, вот, прямо тут, поверьте, вот тут вот, только, тут сведо практически не видно, привезти, так, получается, вся корона, вот этот сорт культурный, так, внимание, это еще не все дерево, что-то графировано, оно еще там, между сантиметров 30-30 идет, а здесь, корни от старого остались, от подвое дикого, и, вот, до сюда, и тогда я подумал, а здесь влияние, это подвое-то, тут-то его нету, вот тут, его нету, это уже прошло культурное, а здесь, вот насколько, какая сейчас дерево, а не повлияло оно так, что оно потеряло вкус, ведь он заклялся, что оно очень вкусно, он мне привез, не для того, чтобы на тебе, это искренний друг, вот одна из моих догадок, вот это вот, посадка груши, самое слабое место в груши, здесь ничего плохого сказать не могу, это моем саду, вот, это здесь небольшой холм, как положено, здесь зарослено травой, вот, и начало гниения, вот когда груша, вот я специально, вот у меня еще, это уже даже, мы нашим саду Сергеем, даже вот это уже угасание, видите, вот, и вот это вот, я не помню, это, я, это груша, но, но ей бы уже, хорошо бы лет 30-40 пожить, но уже сразу, говорю, не проживет, вот, смотрю, этот уже, груша у меня гнить начал, то есть, не то слово, у нее, последние лета, леса пожелтела, все, и тогда я, впервые в своей жизни, раскопал именно грушу, а я-то думал, а я бы не груша родственники, что, я бы, может, 30-40 лет в яме, искусственной пожить, да, может, слива может, вишня может, а груша не может, и вот с тех пор, пошла моя триумфальная вещь, по всем этим, грушей, должна была пойти, но вы же не помогаете размножать ролики, один из секретов, почему груш России нет, вот и наведу, я раскопал, я разгреб, что это моя работа, вот, обзывать себя, прилипнет, вот, я канаву выкопал, и это самое, тут был бордюрчик небольшой, вот, и все раз, разгребра, этим, тяпкой все разгреб, разгреб, поздно, умерла, а вот еще, посмотрите, она, тоже, на каком у нас, подъятие, это где, у лет 12-15, да, этой груши, вот так и лежат, как упадут, так и лежат, мы их не собираем, потому что здесь невозможно, столько, это еще не предсмертный урожай, она прекрасно плодала сюда, но дело в том, что полдня в тени, заметили, и в эти тени, а не тень, там сырость, согласны, солнце это, сухо, тень сырость, вот, обратите на это внимание, ну, а не существуют, садартные методы, 2-3 метра от забора, ну, правильно, кто бы спорил, хоть тут с наукой, одно мнение, посмотрите на эту траву, все грушки, целенькие, ну, где-то какая-то побьется, дай бог с ней, вот, ну, представляете, что здесь, черная трава, это, была бы грязь, содержать, в чистоте, траву, то есть, наоборот, уничтожать траву, а, и все время, они не пишут, перекапывайте все это, они пишут, рыхлите, ну, то есть, понятно, один раз посадили, нет, не так, один раз перепахали, вещи сейчас, так, представьте, 5-10 суток, а потом, когда трава принимается, а вы берете, допустим, тут же, тяпку сейчас появились, современные, вспомните эти, ну, в общем, вы поняли, и тогда, получается, а трава прет, вспомните, грязь с овощами, и это все лето, все лето, а потом, бах, а теперь, представьте себе, что у меня бы, даже бы, без этой травы, еще можно было бы, какую-то часть урожая не испортилась, а чернозем, а вы представляете, чернозем, это почему немцы не смогли Москву взять, вы же радуетесь, дорог-то шоссейных не было, а попробовать техника, они же на технике перли на нас, а она не может пройти, пешком идти, тысячи километров попробовать, а на грузовике можно, крон-то нет, а грузовик по самой оси попробовал, это все и стоит, и ничем не оси все, хотя, представьте себе, что вот сюда подошел человек, на черноземе, посадил, все как положено, выкопал ямку, борьбюр, и все это держал, не единые травинки, я такие видел, я видел такие, потом зимой замерзают деревья, потому что нет защиты от мороза, но как на это, когда он подходит, и у него сапоги погружаются, не по си колотку, а по самую коляску погружаются, в грязь, как я могу быть.